сегодня буду собирать удлинитель кто уже собирал удлинитель и тут может не смотреть ничего тут как говорится нового они для себя не увидят а кто не собирал и хочет посмотреть смотрите удлинитель собрать очень легко почему удлинитель лучше собрать самому во первых потому что знаешь из чего собираешь как правило в удлинители покупных удлинителях заужен диаметр кабеля то есть квадрат вот видите здесь где-то один квадрат а я взял шнур на два с половиной квадрата то есть электрическая цепь всегда рассчитывается по самому слабому звену и как правило по купленных удлинителях самым слабым звеном оказывается это кабель потому что у него маленькое сечение для этого берем тройник вот этот тройник очень удобный потому что он как раз заточен под удлинитель здесь есть специальная планка если нет то можно обычную планку взять там на 45 розеток не сделать удлинитель из нее но здесь вот все предусмотрено очень удобно дальше как говорится вот можно по росту разобрать здесь есть уже готовые клеммники то есть под винты заводишь концы и их зажимаешь для этого нужно все отмерить чтобы вы удобный монтаж да вот кстати наконечники можно одеть и зажать их пассатижами кстати в данном случае это было не совсем удачное решение вот есть здесь специальная планка которая фиксирует сам кабель через изоляцию и здесь вот есть колебники их максимально откручиваем и вставляем но поскольку пассатижами обжимал вот эти наконечники они не совсем подошли то есть они шире оказались пришлось их пассатижами назад немножко сжимать стоит это учесть вообще у кого есть паяльник можно просто облудить концы оловом это как говорится будет самый такой простой вариант но у кого паяльник а нет можно взять вот эти оконечники на кабель и закрутить через них они не дают этим жилом расползтись под винтами теперь крепим сам шнула вот изоляцию чтобы он не вылазил и на шнур не вылез все готово осталось собрать на место одна часть удлинителя собрана нам остается потом только закрепить вилку и проверить вот новая вилка кстати в данном случае она не совсем удачная было потому что там не было ну то есть механизм ее был из таких вот клеммников здесь через винты и через шайбу зажимаются провода что не совсем удобно но тем не менее даже хорошо что она попалась такая если попадется такая то вы будете видеть как с этим можно будет справиться опять же говорю здесь уже наконечники не подойдут и когда подобрать оголенные концы то лучше бы было бы их облудить но я в данном случае был уверен что все будет нормально и не стал облуживать ничего просто увидите сейчас как я обожму эти провода решила полностью открутить винт чтобы сделать такую скобку то есть скрутить вот из провода такой хомут я вот здесь вот его полностью вот таким сделал но сразу скажу вот этот контакт да у очень хороший но из из-за того что вот намотка такая получилась этот хомут не помещался вилки то есть ему не было места и пришлось потом переделывать вижу что не помещается решил переделать то есть просто распустить и сделать такое полукольцо а винт уже шайбой зажмёт оголенный провод и получится нормальный контакт но не устану повторять чтобы вообще было идеально это вот этот конец можно облудить по явленько да видите по ходу закручивания то есть я располагаю вот это ушко по ходу закручивания винта тогда он не разлезется и хорошо зажмется ну и на второй штифт я вот ту же ту же самое делаю и все и 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 заправляю все на место как видите ничего сложного это повторюсь еще видео для тех кто это будет делать в первый раз если там будут клеммники как вот на резетке то это вообще будет легкотня ну учтите что вам может и такая вилка попасть и 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 собрать вилку на место. Вот в принципе и вся работа, остается проверить, подключаем. Хотел проверить лампочкой, но здесь оказалась защита, и просто так провода туда не влезут, надо именно через вилку. Вот через вилку проверяю нагрузкой, в данном случае доедем. А на этом все, кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До свидания.